Здравствуйте, Алексей Ильич, Сафари Матфей, первый курс магистратуры. Вот я просто хотел бы уточнить. Вы сказали то, что мучения возможны до страшного суда. Правильно? Ну да, конечно. Но ведь в Евангелии от Матфея, 25 глава, слова Спасителя. Приедет Сын Человеческий во славе, и все святые ангелы с ним тогда сядут на престоле славы, ну и так далее. И отделит праведников от грешников. Но ведь здесь же речь идет как раз о страшном суде. И это, по крайней мере, я у многих святых встречал именно такое толкование. И завершается все это словами о том, что пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Но как тогда объяснить то, что страшный суд уже совершился, какая же потом мука может быть? Вот, собственно говоря, я вот насчет вот этого хотел вас... Ну вот вы мне задаете этот вопрос. А я бы с удовольствием вам задал этот вопрос. Вы думаете, что я утверждаю справедливость, то есть точность и истинность учения вот этого, о котором я вам говорю? Григорий Низский, Богослов, Василий Великий, Анзотаус и так далее. Слушайте, это было бы с нашей стороны неразумно. Две линии, я говорю. Обе церковные линии, потому что обе поддерживают большое число святых отцов. А как правильно? Вы меня спрашиваете? Я не знаю. Я не знаю. Правда. Я могу сказать уж... Это можно сказать, что мне больше, кажется, нравится то учение, которое отвечает на этот главнейший вопрос. Как мог дать бытие тем, которые пойдут в муку? Не мог, будучи любовью, он этого сделать. Человек предназначен. Об этом, кстати, вот святитель Феофан об этом хорошо пишет. Ну, можно вот, зачитаю вам. Он толкуя слова апостола Павла «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Он, в частности, пишет «Христос, воскресший, есть начаток, в котором положено основание и указан путь всеобщего воскресения. А через это воскресение совершится, послушайте, что? Окончательное воскресение – по-гречески апокатастосис. Окончательное воскресение падшего человечества и явление его в предназначенной ему славе и в свойственном ему свете и совершенстве». Вы слышите, что? Причём хочу сразу сказать... Знаете, этот вопрос... Однажды мне так задали вопрос... «Как же? Иуда спасётся?» Я ответил... «Слава Богу, если Иуда спасётся! А спасёмся ли мы с вами, я не знаю!» Дело в том, что спасение не означает, что все будут в равной славе. Помните, апостол Павел пишет? «И на слава солнца, и на слава луны, и на слава звездам, и звезда от звезды раздвует во славе. Одни спасутся и войдут с сынами Божьими во славе, другие войдут как бы из огня». По-моему, Ава Исхарион, кажется, есть, который прямо говорит об этом, что и спасение может быть... Будет, то есть не может, а будет тоже разным по своей степени. Тоже разные, а не одно и то же. Вот так. Вы видите, какая поразительная, удивительная тема, важнейшая. И надо сказать спасибо Алексею Ильичу, что он поднял её, хотя эти противоречия, конечно, не могут не затрагивать, в том числе и наши какие-то основы веры. Можно, и, наверное, это будет ещё долго продолжаться, поспорить и с тем, что утверждением о том, что вечные муки, говорится о вечных муках в Священном Писании с педагогической точки зрения. Мы можем найти высказывания святых отцов, где они возражают против такой постановки вопроса, такого определения. Отец Иов только что сказал о грехе хулы на Святого Духа. Очень интересно ответил Алексей Ильич, но всё-таки там говорится, что нет прощения ни в этой жизни, ни в будущей. То есть конкретно говорится о будущей жизни. Вот, честно говоря, ответить Алексею Ильичу, наверное, можно только вот для меня, например, моим личным мнением. Тоже основанным, конечно, по мере силы возможностей на Святом Евангелии, на Святых Отцах. Господу угодно, чтобы мы знали об истине вечных мучений. Угодно Богу, чтобы мы знали об истинности вечных мучений. Почему? Это другой вопрос. Это Его воля. И это истина, я ещё раз подчёркиваю. И можно предположить, что наряду с этой истиной, на которую мы должны ориентироваться самым серьёзным образом в своей жизни, как на истину, евангельскую истину. В церкви, как мы видим из высказывания, приведённых Алексеем Ильичом, существует некая надежда. Некая надежда о том, что Бог, который властен над своими собственными законами, не ограничен теми законами, которые Он утвердил для мира и для человечества, властен каким-то образом, каким мы не понимаем, сделать так, чтобы было всё хорошо весьма. Это для меня, Алексей Ильич, всего лишь надежда, что такое исключить мы не можем. Есть некая, некая евангельская истина, и есть надежда, которая пачи всякой нашей воли. Даже если мы не хотим надеяться, вернее, понимаем, что эта надежда очень и очень зыбка, но она всё равно остаётся в наших сердцах. Она сильнее нашей воли. На этом я бы хотел остановиться в этой дискуссии. Субтитры создавал DimaTorzok